добрый 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 день добрый добрый вечер добрый доброй ночи у кого какое время у кого какая страна с вами снова я ваша вивьена и сегодня мы с вами поговорим видео снимается в такой день все считают что этот день какой-то неопределенной частоты но если смотреть с нашего исчисления туда столько двоек 2202 2022 6 двоек что такое двойка в нумерологии той нумерологии которой я придерживаюсь двойка это путь двойка это смерть двойка это луна и по-разному она может интерпретироваться в положительном или в отрицательном в положительном двойка будет давать новое начало новый путь в отрицательным она будет давать именно луну темноту очень часто показывает что есть негативы и порчи если мы смотрим на людей и в это время человек может заболеть чем-то сегодня такой день загадывайте желание в сигаре загадывать желание я на другом канале вам показала какой в этот день можно сделать ритуал на привлечении материальных благ делайте это с вот с чистой душой сделайте через три дня съешьте этот апельсинчик и самое главное что делать можно этот ритуал в любое время вот сегодня очень хорошие вибрации очень высокий со 2 по 22 февраля был такое было такое время вот оно уже прошло когда мы все проходили экзамен экзамен вот послушайте мое видео если не разговариваю вы любите чтобы вам просто гадали и эти гадания сбылись а я вам каждый раз говорю сила в вас мы вам предсказываем путь но вы можете его изменить и сделать так как вы хотите не так как вам предсказывают и живете вы а у меня по судьбе вот сегодня была девочка она мне очень давно приходит на моя клиентка но очень рано вышла замуж сейчас я уже еще нет 30 но уже близко к 30 и знаете она не живет она мучается это мучение какой-то и на а мы по судьбе да нет ничего по судьбе есть уважение друг другу и и нет уважения вот эта любовь страсть начали до муси-пуси сиси писи а потом должно быть уважение если уважение нету то значит ничего не будет если женщину считать в доме кухаркой служанка еще кем-то угодно то ничего не будет и не ждать нельзя ждать что-то изменится не изменится все где-то вы сделали минус где-то он сделал не так и уже все чашка разбилась ее можно склеить из нее попить нельзя но я хочу сегодня вам рассказать о том что будет в марте чтобы не делали эти другие очень многое в ю тубе закрывается поэтому буду говорить немножко иносказательный дом поймете чтобы не делали эти другие не такие как мы человеке планеты земля а на нашей планете больше 50 процентов проживает и других но точно так же как мы можем переселяться вот я родилась в россии живу я сейчас в грузии и мы переселяемся с одной стороны в другую также и другие с других шариков переселяются на другие места для чего кто-то хочет лучше тот хочет что-то познать кто-то хочет завоевать кто-то хочет помочь вот для этого мы всегда перемещаемся и в космосе в галактике тоже все так перемещаются но я могу вам сказать что есть и злобные которые действительно нам стерли память на много лет не на один год и мы многое забыли а теперь вот это вибрации вибрации там внутри вот в этого космоса они так создают на земле такие конфигурации что невозможно свет будет сильнее вот это герц эти будут сильнее это будет и 200 герц дойдет я не знаю как это исчисляется не совсем я физики а больше химик и заканчивал химический один у нас на одной из моих образования это химическая менделеевка и вот сейчас это кульминация кульминация и почему они как бы отходят отступают они думают как сделать по-другому как еще ведь вы все понимаете что то что произошло эти два года назад вот этот вот паранди паранди тряпочные это же не просто так но получилось что люди начали мыслить они думали что мы все-таки все стали зомби рабами нас одебили так и одебилили мы перестали вообще ничего не хотим мыслить мы хотим смотреть короткие видео такие как вот на тик ток раз-два все чтобы не вдумываться но оказалось что не совсем нас одебили поэтому я создала группу в телеграм чтобы мы там общались и обсуждали только когда вы начнете обсуждать и мозг вас опять проснется извилины зашевелиться вы начнете жить потому что сейчас меняется сама днк не ту которую меняли неправильно а наша древняя и в этой древней днк не заложено как таковой смерти и в марте начнутся события когда вот это человеческое вот что нас в рабах держали будет уходить еще много придется пережить и много нужно будет идти но идет такое потом в других видео я научу вас сделать одну вещь чтобы это стало полезной любая еда стала полезной во первых первое сейчас я вам покажу просто нет нет никакой еды просто коробочка допустим это вас тарелка с едой это древние индусы так поступают и дуйко об этом нам рассказывал и вообще я с этим сталкивалась и знаю чтобы убрать всю всю энергетику с еды чтобы она стала нейтральной берете вот этот палец и вот так вот по тарелке рам ямкам по тарелке по чашке по мороженому все что вы держите вы стерли всю информацию дальше вы можете энергетически какой хотите такую информацию и наложить на эту еду почему во всех религиях перед едой помните сюда показывали нам фильмы перед едой читалась молитва она так и называется молитва перед едой все христиане читают все мусульмане читают просто сейчас это забыли и она точно так же она дает когда вы читаете молитву еще например или хозяин хозяин дома там отец читал или все вместе читают все вместе читают молитву и это еда сначала нейтрализуется если в ней есть что-то плохое а потом она наполняется светом любовью и становится полезной вы не съедите ее много вы не обожретесь вы съедите только столько сколько нужно вашему организму это очень важно я вас потом научу я тоже говорю такую молитву по-своему она очень похожа где-то на отче наш молитву полностью отче наш отче наш заходите в группу по ссылке в группу telegram я там давала истинные слова молитвы отче наш если ту молитву как она там написано не как в нашей библии в которой все правили переправили нас это не касается но там она не та которая надо эта молитва сейчас я вам ее прочитаю что ли это молитва исцеляет болезни если даже три раза прочитать сразу начинаешь себя очень хорошо чувствовать и она исцеляет сейчас я принесу эту молитву мы с вами прочитаем она у меня написано моей рукой я не стал ее набирать в тексте специально у меня есть в тексте но лучше писать своей рукой чтобы она была своей рукой ваша энергетика зашла вот эта истинная молитва давайте с вами ее прочитаем независимо кто вы по религии независимо какого вероисповедания это обращение просто к творцу а творец это отец отче наш это истинный текст молитвы который первый был и переведем вот люди перевели и его сохранили нашли в старых древних библиях в старых древних книгах отче наш сущий на небесах да светится имя твое да приедет царствие твое и во всем будет воля твое не отринь спасение души ради и не дай помереть лютой смертью дай нам слышать тебя во всем искупи первородный грех мой отведи от нас искушение и избави нас от лукавого хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы должны прощать должникам нашим ибо ты царь силы и славы наши во веки аминь отче наш сущий на небесах да светится имя твое да приедет царствие твое и во всем будет воля твоя не отринь спасение души ради и не дай помереть лютой смертью дай нам слышать тебя во всем искупи первородный грех мой отведи от нас искушение и избави нас от лукавого хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы проще должны должны допрощать должникам нашим ибо ты царь силы и славы наши во веки аминь отче наш сущий на небесах да светится имя твое да приедет царствие твое и во всем будет воля не отринь спасение души ради и не дай помереть лютой смертью дай нам слышать тебя во всем искупи первородный грех мой отведи от нас искушение и избави нас от лукавого хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши как и мы должны прощать должникам нашим ибо ты царь силы и славы наши во веки аминь это истинный текст этой молитвы как хотите и читайте на русском переводите она действительно лечит я еще в группе давала чистку чингисхана но это только с осторожностью очень хорошо она чистит и материальное наше физическое тело и духовно это чистка чесноком и кефиром можно там кумысом мацони все равно чем но только в том случае если у вас нету например очень сильных болезни желудочно-кишечного тракта этой чисткой чингисхан чистил своих воинов потому что они шли по лесам по полям в грязи и эта чистка очень хорошо помогала она исцеляла она исцеляет очень хорошо от этих всяких и червяков а также она исцеляет и духовно и энергетически очень сильно поднимается энергетика человека первый день до вот тяжеловато и даже будет пахнут как-то чесноком но потом уже ничего не пахнет все все нормально обычно эту чистку проводят раз один раз в 40 дней но иногда раз в полгода в зависимости от самочувствия людей но просто так если например вы попробовали вам тяжело не надо там потому что там идет вообще пять головок чеснока но это очень много даже три головки это много первый раз можно сделать одну головку порубить попробуйте потому что это самое главное в том чтобы чеснок помогал его нельзя разжевывать его надо просто глотать есть даже методика если глотать чеснок то просто глотать вечером перед сном то нормализуется артериальное давление но это народные средства все нужно согласовывать с докторами нельзя просто так с бухты барахты это я вам всем говорю что будет в марте а вот в марте начнется такая сила энергии энергетическая сила на планете и это будем мы все ощущать ощущать потому что нам будет трудно узнать вот такое ощущение у нас лично как будто мы в тумане у нас как во сне когда бежишь и никак не может быть вот у нас будет что мы хотим вперед а мы еще никак не можем то есть мыс мы не созрели до конца до той сферы до до того пространства которое нас будет окружать что хочу еще вам сказать по поводу эзотерики вот вы все пишите вы думаете что эзотерика эзотерика это фу-фу-му-фу и все у вас получилось нет эзотерика это жизнь это наука это наука из которой вышло все биология ботаника физика химия все все остальное даже вирусология как когда ни одного вируса никто и выделить никогда не мог экология ботаника все 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 науки они все вышли из эзотерики и математика вышла из эзотерики потому что эзотерики сначала придумали как считать это на самом деле да и за и за ты эзотерика есть жизни поэтому кто живет вот с таким лозунгом эзотерика есть жизнь то у людей все получается и что я вам все говорю меняйте свои мысли вы думаете что я такая счастливая красиво я вот сегодня от наконец-то от пришла от стоматолога наконец-то не доделали мои зубы я так мучилась уже но невозможно три недели он не доделывал мосты мне там сломались но все сделал молодец мальчик очень замечательный парень антон из батуми стоматолог замечательный рекомендую рекомендую его это даже не реклама рекомендую его он у него клиника напротив напротив агрохаб магазина кто знает батуми тот сразу поймет очень замечательный доктор в батуми есть хороший парень и что хочу сказать по поводу от эзотерики мы все складываем свои мозги все что мы концентрируем то у нас и получается почему сегодня именно сейчас вам нужно загадать это желание она начнет сбываться в двадцать два двадцать два загадывайте только загадывайте желание те которые нормальные конкретные если вы будете загадывать я хочу как-то и слова тускали я хочу узнаете все вам все отрубили посмотрите мое видео на этом канале да на этом канале и там есть как загадывать желание нужно загадывать желание вот подойти к окну подойти к луне где как угодно и на улице поднять вот так вот руки не так не надо так руки складывать потому что вы закрываете энергию когда вы так вот вы вы открываетесь и к вам идет этот цвет и эта энергия не вы говорите вселенная я с радостью принимаю и говорите то чего вы хотите я с радостью принимаю ну то если например у вас зарплата я образно говорю я не знаю как в россии сейчас зарплатами на 10 тысяч рублей а вы гордите я с радостью принимают дворец 20 этажей у вас его не будет и не может быть если вам такой дворец дадут то заберут у вас что-то самое хорошее в жизни когда люди хочу выиграть в лотерею делают ритуалы на выигрыш в лотерею а потом не вдруг умирает жена ребенок правда страшно а это факт или страшнее что-то случается люди заболевают смертельной болезнью и все деньги уходят тартарары или становится вдруг неожиданно бомжами понимаете за это все надо платить нужно реально загадывать вот реально что вы желаете для вас лично не для другого человека не для сына не для мамы не для другого я хочу чтоб вася как в это прям чтобы вася стал моим мужем никогда вася уже не станет вашим мужем а если станет то будет дубасить вася вас как грушу нужно это произносить с радостью вселенная я с радостью принимаю принимаю новую машину новую машину такую удобную комфортную уютную большую красного цвета очень светлую внутри с большим черным рулем она так хорошо пахнет я ей я еду в ней вы представляете я принимаю я принимаю я как я еду как не хорошо и комфортно как тихо она бежит по дороге благодарю тебя вселенная я принимаю вот так нужно принимаете говорите самое интересное что произойдет в марте будьте осторожны сейчас вы наверно никто многие не приняли потому что по комментариям я видел какие злостные комментарии поставить допустим так допустим это да ему там отойдется да и отойдется все вы не прошли этот экзамен о котором я говорил с 2 по 22 число вот даже на улице ты 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 позвенела что-то потому что в это время нужно думать только о хорошем не нужно ни на кого злиться нужно принимать так как есть нужно во всем искать радость вот понимаете во всем искать радость не во всем искать гадость а во всем искать радость вот даже если у вас свекровка в горит вот она такая сика я на меня там это а вы посмотрите на нее со стороны что у вас сын и к вашему сыну пришла чужая девка называю девка потому что для вас она будет чужая девка вас взрослый сын как вы будете воспринимать вам тоже не захочется вы своего ребенка любите просто нужно уметь нейтралитет установить нужно до в странах востока у нас называют деда дедам теле деда мама так она дедам теле называется мама да нужно через себя переступить и назвать ее деда мама в единственном случае не называют когда сама женщина говорит я не хочу чтобы ты меня называла от мамы я хочу чтобы ты меня называла марь ванна тракта так называть старию марь ванна тракта а так нужно искать всегда общее общее что-то нейтрализовать потому что это женщина самое главное на земле у вашего мужчины дарите ей мысленно подарки мысленно видите как она там в мысленно когда вы это делаете как она танцует радуется вашим подарком и вы увидите что она станет относиться к вам по-другому не позволяйте себя держать в рабстве да это не надо но не обзывайте не хамничайте и самое главное не говорите мужу вот твоя такая мама все вы разрушаете полностью и мужчина отойдет от вас потому что какая бы ни была она она его мама и мужчина внутренне все равно ее очень любит он может внешне показывать как у них может быть ужасные отношения не могут не разговаривать годами но для мужчины это главная женщина на земле и все остальные это копия нее ну так вот жизни поставлена что еще хочу сказать но раз сегодня 22 22 мы тут болтали болтали и хорошо поболтать чтобы вы тоже послушали это вам пригодится потому что сейчас в марте нужно будет очень важно я сказала в марте научиться с пищей потому что очень много будет отравлений и в марте нужно будет приравняться к этой энергии которая будет выше если у вас будут все эти энергии злобы и не обессудьте что в концу года у многих появится заболевание которое будет просто невозможно вылечить идет другая энергия энергия добра давайте мы ее встретим с радостью у вселенной встретим а теперь давайте посмотрим на страдам с карты давайте посмотрим что нам лично вот моим подписчикам все кто будет не смотреть что лично принесет вот этот переломный день вот эти желания наши что вообще нам лично принесет посмотрите что принесет карта очень странная карта змея карта змея она говорит о том что до рядом с нами будут те ведь эти змеи драконы те которые нам будут мешать но они уже видите вот они эти голова стеки они уже отдельно вот видите медуза горгона как бы нарисована они будут они будут пытаться уже себя укусить за хвост просто нужно их нет нет игнорите все врагов надо игнорить что еще нас ждет и как исполнится желание а мы станем вот кто-то у кого-то вот я вот сейчас вы увидите у вас начнутся проявляться эзотерические способности которые заложены в вашей древние днк почему сейчас так много стало людей которые видят видят будущее потому что открывается это днк и давайте еще третью карту выложим что еще ждет карта перчатка карта перчатка в этой колоде говорит знаете о чем как рука спрятана в перчатке так не показывайте всем подряд свое лицо закрывайте закрывайте свои эмоции не высказывайте не благих намерений но тем более и плохих и давайте соединим это все вместе и здесь говорится что можно победить любого врага и даже эту змеюку медузу горгонус голова степень как и змеюками эзотерически но эзотерика должна быть только во благо как перчатка не показывать ничего злоба и очень многие откроют в себе эти эзотерические способности пишите в комментариях я с благодарностью от вселенной принимаю все блага славься фортуна и вселенная славься фортуна и вселенная славься фортуна и вселенная ставьте лайки пишите комментарии а также подписывайтесь в группу телеграм ссылка в описании закрепленном комментарии везде есть ссылки пока пока с вами была ваша вивьена до новых встреч радости и счастья